привет народ в общем давайте попробуем снять видео по ремонту ножа здесь у нас коробочка ну и явно что нож не один коробка тяжелая до 3 ножа коробочка кершу три ножа и здесь у нас сок 1 2 у нас что у нас кершу вот такой вот кершик замок не помню уже как называется видите да против сюда принесу замочек вот так открывается то есть здесь шпенек подвижный и он просто скоп и блокирует нож интересная конструкция замка ну на любителя конкретно ну и третий третий нож у нас пика бенчмейт так 9 chrome 13 малиблен ванаде чайно довольно таки неплохой ножичек визуально да но очень тяжелый в общем записки я никакой не вижу да да запись никакой нет что с ножами делать ну и сок короче считайте народ сами название чтобы я язык не сломал сейчас ну а соки заводской гринд но он немножко уже такой подусталший заводской винт так вот в общем там на заднем фоне шумы всякие будут раздаваться вы не обращайте внимание у меня там дамы делают ремонт штукатуры так что может сейчас включить за перфоратор ну в принципе в принципе в принципе в что-то мне кажется что здесь нужно вот это вот убрать опа выкрашивание такое серьезное прям на кончике очень неприятно что-то мне кажется что вот это нужно убрать попросить хозяин сейчас ну а здесь здесь тоже самое на всех ножах абсолютно кстати почему-то я не удивляюсь но по моему человеку который обладает тремя ножами ну может быть и больше и у всех троих проблем с кончиком нужно завестись не дисси ножом и дисси отверткой потому что говорят и что-то пытается крутить ну это я так думаю по крайней мере в общем будем сейчас звонить хозяину данной посылки и выяснять что с ними с данными ножами мы будем делать так 067 так 067 день добрый день добрался до вашей посылочки руслан нужно украинск скажите пожалуйста что мы с ними делаем ну на всех трех да ну и здесь как бы перетачивать надо подправить не получится здесь если бы просто если бы просто здесь были скажем так завалы то можно было бы с этим справиться с помощью мусата здесь у нас конкретное выкрашивание режущей кромки то есть здесь не хватает металла поэтому единственный вариант это сточить необходимое количество металла минимальное естественно то есть до того момента пока данный заусенец не уйдет в общем я понял перетачивать будем на камнях на точилке на наждаке ваш выбор ну красиво везде получится и там и там и там разница в цене ну смотрите как бы на камешках на камешках будет стоить 3.10 долларов на наждаке будет стоить 100 гривен что что да 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 в общем на камешках точно да ну как хотите 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 могу вообще сделать зеркало но я здесь зеркало не рекомендую я рекомендую останавливаться на тысячном камешке ну я свои ножи даже как бы тащу 600 камень это финиш тысячным камнем я свои ножи не тащу потому что это уже получается более такое покрытие к зеркалу будет финиш будет и резать он будет очень хорошо но не долго то есть нам нужен для того чтобы агрессивный рез чтобы был микросеррейтор на конце режущей кромки и если мы проходим то тысячным двухтысячным 5 80к у нас микросеррейтора это вообще нет у нас получается идеально ровная режущая кромка на конце вот есть входит как устал заусенка этого у нас нет соответственно резать он будет ну как бритва всё будет резать но не долго то есть то как кончик притупляется только кончик притупляется и все я понял, хорошо, добро да, добро до свидания в общем, народ порешали но с хозяином вопрос о переточке, все три ножа нужно переточить, дабы убрать вот эти вот, видите костки, ну и хозяин попросил переточить данные ножи на точилке, поэтому сейчас ставим точилочку здесь точить неудобно поэтому точить я буду сейчас попробую, чтобы не сломать штатив точить я буду вот тут на столешнице на столешку очень вот тут, вот где, видите, доска разделочная стоит, вот там я буду точить в общем, вот так вот стоять очень хорошо присоски прилипают к поверхности столешницы и очень удобно точить, то есть такая получается монолитная у нас площадка в киоске, если помните я использовал для этой цели мраморную плиту на мраморную плиту ставил точилку то здесь очень удобно к столешке она прилипает точилка и точить одно удовольствие в принципе, перемещаюсь вместе со стульчиком туда устанавливаю точилку и занимаюсь также там очень удобно что у меня зона хорошо освещена ну в принципе, давайте сейчас установлю точилку и покажу, как это происходит у меня сейчас на кухне ну что, народ вот так вот примерно выглядит мое рабочее место здесь ну пока на кухне когда построил гараж то приеду соответственно в гараж давайте попытаюсь показать ну хотя на GoPro камеру навряд ли получится показать давайте вот так вот попробуем так, секунду ну я надеюсь видно, да? вот этот наш заусенец такое выкрашивание конкретное ну и сейчас мы будем перетачивать нож но предварительно вот берем вот такой вот алмазный брусочек и на этом брусочке убираем лишний металл то есть чтобы нам потом два месяца заусенец не гонять туда-сюда мы немножко это все дело притупим и будем точить нож как новый ну вот уже уже лучше ту же самую процедуру я сейчас проделаю на всех ножах ну вот и все собственно давайте покажу или так или так как-то сейчас будем пробовать видите, да? заусенчик наш ушел выкрашивание мы сточили все видите здесь кромочка режущая вот так вот блестит есть такая полоса теперь и теперь мы просто будем точить нож предварительно я сейчас скотчем автомобильным малярным заклеиваю все три ножа и все три ножа и не точим ну соответственно с этим ножом мы поступаем точно так же заусенчик наш выкрашивание вот это мы стираем на вот этом хонинговальном брусочке облазном все здесь ситуация чуть-чуть даже помягче вот так вот это выглядит можно передать ну и соответственно здесь то же самое небольшой участок у нас поврежден поэтому чуть-чуть поправляем и в принципе все обклеиваем ножи и скотчем чтобы не поцарапать потому как абразива обязательно обязательно вот это черное покрытие он нам испортит понимаете да ну песок будет такой вот от камней от камешков получается суспензия мелкий такой песочек абразивный будет тереть нам это не нужно чтобы нам сделать залысины потертости поэтому скотч нам в руки и со скотчем работаем зона рабочая у меня видите освещена светодиодной лентой вот так давайте покажу раз очень удобно все залито светом абсолютно равномерным нет никаких пятен сфокусированных центральных ход спотов так что очень удобно точу опять же нож я по бликам то есть сломать блики солнечные соответственно от светодиодной ленты и вижу где у меня там в каком состоянии находится режущая кромочка где нужно еще поработать по ней где она уже в том состоянии соответственно к которому я ее хочу привести ну вот так выглядит нож обклеенный скотчем нож готов будет к переточке после того как мы ту же самую процедуру повторим с другой стороны видите как подчеркнута линия режущей кромочки то есть здесь нигде мы ничего не поцарапаем нигде у нас ничего не будет цепляться все будет четко и красиво в общем ту же самую процедуру проделываем со всеми ножами и перетачиваем ну вот народ все три клинка наших обклеены и независимо от сложности я имею три клинка от строя клинка есть ли на нем рекурва нет ли рекурва то есть видите все клиночки обклеены ровно ну и скотч повторяет обводы обводы подвода вот так вот вот здесь четко видно вообще хорошо сейчас и здесь точно так же в принципе видите да геометрия клинка сложная достаточно но все четненько вот так вот это все выглядит ну и теперь соответственно перетачиваем все три ножа на абразивах начинаем с более крупного заканчиваем более мелким я начинаю с 220 абразива и заканчиваю на 1000 в данном случае поехали кто-то пришел пойду открою заходи только тапки там сняю так в общем в общем в общем в общем народ с этим ножом уже все с этим ножом у нас уже все сейчас мы финальный аккорд вот так поправим повернем режущую кромочку в зеркало ну и соответственно давайте покажу слушай у меня камера сломалась большая короче штатив вот это где накручивается внутри гайка такая я ее короче уже варил лазерная сварка отвалилась и опять короче одни одни трамплы на дембль просто да 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 но чтобы на дембль старый отправить надо новый а пока с деньгами туром вообще народ вот эти все видите да на клиночке нюансы убирает очень хорошо баллистол брызгаем баллистолом аккуратненько даем чуть-чуть баллистолу времени для того чтобы он скушал эту всю историю и протираем протираем ну и вот что у нас получилось в итоге давайте покажу вот такой вот подвод получился ну здесь конечно в макро нужно показывать на панасоник но я же говорю что панасоник у меня сломался поэтому показываю на эту камеру сто процентов уверен что бреет давайте где-то покажу я даже не знаю где показывать уже вот так вот видите да абсолютно без проблем бреет ну и насчет бумажки то уже вообще разговоров нет так вот так вот режет наш еще раз зеркальная режущая кромка вон она камера видите да зеркальце и по всей длине такой же подвод зеркальный ну очень сложно поймать на гоу про потому как ну и я с трудом представляю что там камера показывает с этой стороны точно так же в общем подводное зеркальце бумажка в хлам нож острый режет все все красиво все смеются нож первый работа над ним закончена осталось что сделать немножко внутрь на осевой капнуть блюлюба это мы делаем вот таким вот образом вот сюда капаем смазочки вот так зебаем нож и сюда капаем смазки смазки ждем пока она протечет вытираем остатки смазки как можно стряхнуть нож добавить туда смазка вытекла протираем его ну и все в принципе нож готов к отправке замочек работает идеально вот такой вот получился нож вот с таким вот с таким зеркальным подводом так что в принципе народ с данным ножом мы закончили ну и ту же самую процедуру ту же самую абсолютно процедуру проводим сейчас с двумя оставшимися ножами поехали и вот примерно народ вот так каждый день то есть вы понимаете разговаривает спокойно ну чтобы на камеру не превышая голос не получает поэтому о съемке видео днем ну фактически не идет речь вот так вот выглядит наш нож камера видна вот он подводик то же самое с другой стороны вот она камера то же самое убираем пленку скотч малярно убираем видите от него такие вот разводы остаются поэтому опять брызгаем баллистом даем секунд 20-30 поработать и протираем нож вот так вот ну и соответственно что мы имеем на выходе зеркальце зеркальце все красиво все смеются ну на GoPro конечно это показать сложно тем не менее вон она камера видно да ну надеюсь видно бумажка понимаете да что здесь как бы вопроса вообще быть не может потому как вот так вот это все происходит то есть легонечко легонечко и все все просто разбегаются перед ножом в принципе второй ножичек наш также готов также мы сюда капельку блю-лю-лю-бак капнем раз два подождем пока протечет и вытрем остатки в принципе все сразу же ножичек заиграл потому как ход клинка здесь был дуговат все протираем нож нож готов к сладке вот так это выглядит у вас так ну и ту же самую процедуру с ножом третьим проводим ну здесь у вас видите как бы это показать давайте попробуем подвод широкий с этой стороны подвод широкий вот так вот видно должно быть да он одинаковый от начала до конца то есть от дульки и до кончика он одинаковый но он очень широкий и плавающий то есть линия не одна вот линия да а вот она вот так вот плывет давайте попробуем вот так и показать давайте может быть вот так сейчас секунду вот здесь вот может быть так так вот в этом месте есть такой ну вот сейчас вроде как видно да подвод плавает то с этой стороны смотрите вообще получается подвод широкий и кончик он вообще съезжает на ней то есть возле кончика он вообще узкий узкий такой совсем его почти не видно ниточка то мы сейчас эту проблему исправим решим и сделаем одинаковый подвод по всей длине режущие кромки ну и вот так тоже видно я не знаю на гопро передаст не передаст подвод плавает чуть-чуть чуть-чуть он так плавающий то есть при гринде рукав заточника немножко дергалась чуть-чуть совсем но это есть заводская заточка и чуть-чуть где-то дернул рукой кто-то кто-то чел в общем поехали и что-то ну собственно то же самое, брызгаем баллистолом, ждем пока баллистол разъест все, протираем клиночек и в принципе все, наш клиночек в идеальном состоянии и выглядит это вот так вот камера, с этой стороны точно так же вот она камера, ну и соответственно вот так вот греет тоже видите, да? в принципе все, подводы ровные показываю с одной и с другой стороны от начала до конца ровный подводик то же самое с одной и с другой стороны от начала до конца ровный подводик ну и нож у нас острый, ну бритва, то есть реально можно бриться в принципе на сегодня все вот таким вот образом временно я оборудовал себе рабочее место скучаю конечно по киоску, а почему скучаю? потому что на работе я мог вот точно так же поставить точилочку, точить ножи кроме того вот так вот кроме того за точилкой я ставил ноутбук включал на ютюбе какой-то ролик интересный и смотрел здесь видите, такой возможности у меня нет, ну как так что ну и за ноутбука у меня было окно на улицу то есть люди ходили ну две картинки можно было наблюдать в принципе ну пока, пока холодно то не вижу смысла работать в киоске потому как его нужно обогревать у меня отопление там электрическое то есть кушает очень хорошо чтобы нагреть маленький киоск нужно там где-то час-полтора дучи по двухкиловатному дуть ну и потом соответственно сидишь тоже в нем нужно за это все платить и скажем прямо не дешево по нынешним ценам цены там отличаются на электричество от цены для населения в пять или шесть раз я не помню но то есть понимаете думаю если я там плачу я не знаю там сто гривен там двести гривен в месяц да ну где-то вот здесь вот в доме у меня получается около ста гривен в месяц я плачу за электричество то там я платил за полторы тысячи туда если зима холодная то за полторы тысячи в принципе ну как бы как бы вот так вот жду 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 когда уже построил гараж и сделаю себя скажем так стационарную мастерскую где все будет на своем месте где не нужно будет каждый раз чемоданчик это складывать раскладывать на данный момент это все выглядит вот таким вот вот так вот это выглядит сейчас но скажу вам честно это крайне неудобно потому как ну гораздо удобнее что стационарную мастерскую где каждый предмет лежит каждый инструмент лежит на своем месте где есть нажда которого мне сейчас очень не хватает где есть полировочные круги где есть вытяжка пылесос и все с того в общем это все будет но будет в гараже ну я думаю я рассчитываю очень сильно рассчитываю что все таки в этом году гараж я построю ну и рассчитываю к осени его закончить то есть чтобы уже осенью я мог уже работать в собственном гараже в принципе на сегодня все вот такое вот вот такое вот сегодня было видео ножи сейчас пакую и обратно едут они к хозяину своему так что как то так все давайте пока пока увидимся как то как то это